I have ways of blowing things up. Спасибо, что вошли в положение, отпустили меня. Семью никогда нельзя оставлять на втором плане, сами знаете. Да, я чуть не забыл, свежие газеты из Фрибурга уже у вас на столе. Только зачем мне вам там же читать нечего, сплошная желтизна. Спасибо, газетки, кстати, я еще... Да, это новое, это новое, давайте читать новое, я хочу. Можно их? Я думал, что можно нажать на газету и прочитать, я не успел прочитать ни один заголовок. Давайте я потом на записи прочитаю, а вы, надеюсь, успели. Я перебирал с выпивкой, хорошо. Араноич, уже второй день перебираешь с выпивкой. Климзи, перебрал с выпивкой, я, по крайней мере, живой, так что хорошо. Джейкоб, я понимаю, почему ты перебрал с выпивкой, прошлая вылазка была так себе. Сегодня похороны Бенедикта Бельмонта, хочу починить память. Да, иди. А, Чарли Флетчера, ты к Флетчеру хочешь сходить на могилу? Да, иди. Чарли Флетч... Ты-то, ты вообще новенький, блин, тебя только наняли, откуда ты знаешь Флетчера, блин? Почти хорошего копа, да, иди. На самом деле, такой уровень смертности меня, наверное, устраивает. Я не доволен тем, как игра со мной обращается, потому что она с игроком обращается как с говном. Но посмотрим. Пока что вот она та серия, когда мы зашли дальше, чем в прошлый раз. Поехали. Да, нас даже не арестовали. Крутяк. А, у нас нету кариков для тазера, да? Потому никто не хочет брать тазер. У нас просто для него нету кариков. Крути. Хорошо, начать день. Интересно, а те, которые отпросились вернуться в 12, они с чем придут? С пустыми руками? Похороны. Сегодня утром похоронили Флетчера. Похоронили Бельмонта. Морг, морг. Вы наверняка слышали, мы их совершенно... Ну, я понимаю, но у меня нету. Понимаешь? Нет. Ну, потому что нету, чувак. Я бы с удовольствием, честно. Убийство? Больница Розмари. Припожил пациент Майкл Сэнман был задушен подушкой в больничной койке. Загоняй-ка, Валентин. У тебя очки, ты умный. Мистер Неш, рад познакомиться с вами. Это что за гном? Вулбер. Вулбик. Нормально. Вообще-то, у меня еще неделя отпуска осталась. Но когда я услышал, что у нас в департаменте теперь настоящий мужик всем заправляет, я решил вернуться на службу как можно скорее. Вы удивитесь моим способностям. Я преступника за версту унюхаю. Ну, с таким носом, наверное, да. Но он, типа, нормально выглядит. У него хороший скор. Деревообрабатывающий. Деревообрабатывающий. Завод. На проходной пьяный рабочий сцепился с охранниками из-за того, что его не пропустили на работу. Пьяный. Да, да. Куроса, вот это у нас по этой части, да? Давайте выезжайте. Разберитесь с этим. Это новое. Ну и, наконец-то, у нас новый день. Так. Хувард Ким, мистер Нэш. Вы в городе человек новый. И не знаю, может ли вам доверять. Я еще не совсем хренанулся, чтобы пойти к этой бабе, которая теперь значок Шерри поносит. Ведь понятно, как он ей достался, а? Короче, слушайте, на базе отдыха, где я банщиком работаю, засели беглецы из тюрьмы. Они представились какими-то строительными жлобами, инвесторами. Но накануне случайно я подслушал их разговор про то, как они слиняли из тюрьмы Риптона. Горбанули секонд-хенд и сейчас уже ждут своих корешей, которые могут им перейти границу. Все бы хорошо, но один из них заметил, что я там под дверью трусь. Короче, выскочили они и наваляли мне так, что я только кровью ссу теперь. На прощание эти мужики сказали, что отобьет мне нафиг все, если я кому-нибудь что-то разбалтаю. Я еще услышал, что они хотят свалить из нашего города дней через пять, когда история с побегом немного поутихнет. Короче, на работу вернуться я не могу. Погоди, Хуварт Ким. Здоровье не позволяет. Да и боюсь я, что не сдержанное слово перешет меня прямо в моей баньке. У вас есть несколько дней для подготовки к штурму. Чтобы тщательно спланировать операцию, нужно собрать всю необходимую информацию и подобрать подходящее задание копов. Нужно сделать. Достать ключ от черного входа и предупредить менеджера о штурме. Соберите всю информацию, снарядите и назначите свою штурмовую группу. Три дней осталось. Ключ. А где я тебе ключ-то возьму. Поехать ключ забрать. Необходимо заполучить ключ черного входа и оставить... Прикиньте, он разобьется по пути. Ключи хранятся у менеджера, но забрать их нужно у него в вечернее время, а не на работе. Чтобы преступник не заметил копов, менеджер выдаст ключ и скажет сотрудникам комплекса незаметно уйти в ночь. Ну, типа, иди. Ночью же, но это сейчас утро. Ну, ладно, короче. Соседи беспокоятся, что из дома напротив постоянно слышны крики. Из дома напротив. Блин, на самом деле меня немножечко подкосила та штука в прошлый раз, что снайпер может промахнуться. Ну, то есть, снайпер это же, типа, уверенный ваншот. Вот, а тут... Езжай-ка с ними. Мистер, наверное, все прошло хорошо. Я рад, что у моего коллеги были приличный погром. Спасибо, что отпустили. Да, у него с собой ничего нет. Смотрите, они приходят на смену. Угу. С пустыми руками. Спасибо, что отпустили. Так, плюс три копа. Хорошо. Я майор в отставке. Ушел со всеми почестями. Когда военную базу в Шарпуде закрыли, мне удалось прихватить с собой коробку со всякими достойными образцами военных гаджетов. Есть среди них и прослушивающие устройства. Уверен, в вашей работе они пригодятся. Я дам прослушку вам. Но сперва... Да, блин, можно вот так-то? Сперва, вы должны помочь мне. Ситуация такая. Жена выгнала меня из дома, потому что якобы много пью. Ну, а чем еще заниматься на пенсии? Выгнала меня. Похоже, начала водить в дом всяких молодых хахалей. Одного страхового агента я даже узнал. Это Мик Шлипси. Ему тридцатник только в этом году стукнул. Что я хочу? Отправьте в моей жене копа помоложе. Да, это с прослушкой, которую я ему дам. Разве он отказался... Разве он отказался, такой шлюх, то вам... Это ваш подчинён легко её соблазнит, а микрофон всё запишет. Я приду доказать в суде, разведусь с этой тварью и больше она не увидит ни цента с моей пенсии. Давай, Берч. Берч третий. Берч последний. Так. Пьяный рабочий. Раскачивается в боксёрской стойке перед охранником и орёт. Подходи, суднок, я сейчас уж жаль у тебя, как пчела. А ты можешь порхать, как бабочка? Встать в левостороннюю, встать в правостороннюю. Достать дубинку, короче. Дружище, ты вот сейчас не по правилам пошёл. Сокрушай с рабочей, с той с кармана нож. Выстрелить вообще без проблем. Коп промахнулся! Рабочий вонзил свой... Нет, я хотел избавиться от Курасавы, но не таким, блин, образом. В грудь копу и сбежал. То есть, нормально, коп достаёт пистолет, собирается стрелять, а тот такой, а-а, у меня, я звёздочку схавал, у меня читы берёт и убивает... Нафиг тебе. Просто нафиг тебе. Просто нафиг тебе. К чёрту Курасаву, на самом деле, мне жаль, что у меня провалилось, знай. Вещи, пожалуйста, что в его машине подошла девушка в вызывающем наряде и предложила высосать все его печали за 20 ваксов. По словам мужчины, проститутки постоянно вертятся возле этой заправки. Поехали, ребят, разберёмся. Так, на тебе. Я сотку за соткой теряю на вас, блин. Ого, шо там? В дверь дома барабанит мужчина в грязном халате. В руке вот селфановый пакет. Похоже, пакет торчит отрезанная мужская нога. Разведка снайпером. Внутри дома снайпер увидел женщину с ножом. Она нервно косится на входной двери. Рядом с инвалидной коляской плачет мальчик. Снять мужчину? Нет, подожди, подожди, подожди. Приказать всем сдаться. Смотрите, торчит нога. Я практически уверен, что это не настоящая нога. Я думаю, что это протез. Короче, мои соображения по этому поводу. Жаль, тут нельзя назад открутить. Мои соображения по этому поводу, что мужик с ногой из пакета, он типа протез принёс. А нервно косится в хануэрен с инвалидным пакетом. Это может быть как мужик-маньяк, так и женщина-маньяк. Приказать всем сдаться. Мужчина послушал скопа, сдался и рассказал такую историю. Я давно ревновал свою жену к местному забойщику. Они были любовниками, как мы поженили. Сегодня мы опять скандалили, и она в сердцах крикнула, что лучше бы этот забойщик пропал навсегда. Вот сейчас от него только суповый набор и остался. Женщина в доме угрозы не представляла. Она просто испугалась даже своего сына, поэтому схватилась за нож. Ты... Минуточку, ты... Чувак, ты что... Что, блин? Ты расчленил забойщика? Офигеть. Ладно. Я просто наугад выбрал. Копы нашли подгузники. Как бы тут не обосраться. Конечно, подгузники нужно было. Приехал по адресу минут 10, барабанил дверь, но мне никто так и не открыл. Ну, потому что вечером надо ехать, блин. Да, я знаю. Так, девушка в короткой шубе и на кулаках стоит возле заезда на парковку в призывной позе. Включи серен, подъехать девушке, наблюдать. Девушке подъехал белый седан. Наконец, как ну, немного поселил с водителями, села в машину. Ехать на перерез. Патрульная машина перегородила путь белому седану, и он остановился. Проститутка поняла, что ей некуда бежать, и сдалась полиции. Лайк и про. Так, копы нашли бритвенные станки Франкс... Та-та-та-та-та. На месте преступления. Все тащим в дом. Правильно? Давай скрытность, мужик. Тебе не помешает. Тебе, наверное, бы, наверное, бы скорости немножечко. Сюда поедем вечером. За ключиком. Поедем вечером. Сейчас Перси вернется, и он метнется обратно туда просто. Больница Роузмари. Прохожие передают, что какой-то фотограф повздорил с местным врачом. И... Чё? Повздорил, да. И чё? Джеймс Хилл. Мистер Нэш, я сумел поддержать за пог... Поддержать за погоны... Жену майора, если вы понимаете. Я, честно говоря, в первый раз слышу такое выражение. Поддержать за погоны. Правда, она из меня все соки выпила. Огонь, баба. Её муж, конечно, расстроился, но уговор сдержал. Прослушка у меня. Теперь наш участок. Пока он покруче Чеймса Бонда. 500 баксов. Мне так-то нужно 6 штук ещё. Блин. Так. Owen Loving. Это там, где у нас в прошлый раз чувака убили, да? Кирпичом по башке. Пьяный мужчина привёл свою таксу. И требует, чтобы из неё приготовили пирог. Животное скулит и вырывается. Мужчина пинает её ногой. Так. Я кого-то сейчас тоже ногой пну. Алиев, разберись, блин. Пинает таксу ногой, прикинь. Так. Во сколько надо приехать? Необходимо получить ключ. Та-та-та-та-та. Ключи хранятся у менеджера. Заворать их нужно у него дома в течение вечернее время, а не на работе. Чтоб преступник не заметил. Я понял. Ну а когда вечером? Ну вот. Так. Хорошо. Врач держит за ворот фотографа у ворот клиники. Фотограф срывается на визг. Это стрит-фотография. Для арт-проектов в Фрибурге. Зашоренный ты ему дела. А ну отцепись. Я снимаю оттенки человеческого страдания. Не воркса, ася. Так. Включить сирену. Слушав сирену, врач отпустил фотографа и пытается сбежать. Снять снайпером? Отлично. Догнать, блин. Коп не успевает. За врачом тот скрывается в переулке. Преступник скрылся. Ну хоть гражданский не вредим. Типа частично реабилитировались. Сейчас наступило вечернее время? Когда? Так. Пьяный мужчина наступил на такси на алпу и кричит повару. Покрути ее в любой... Что значит покрути? Ладно. Покрути ее в любой пирог. Я не привередливый. Я вообще не хотел ее на... Хотел ее на сосиски пустить. Только у нее все равно... Толкать не все равно ноль. Это бестлочь. Даже в туалет не научилась проситься. Ударить живодера дубинкой, блин. Такса вцепилась в дубинку копа, защищая своего хозяина. Ударить таксу шокером. Коп оглушил таксу шокером. Тем временем хозяин выбегает... У меня нет тазера. Рванулится преступником. Коп догнал и арестовал преступника. Его такси позаботится в приюте для животных. Жалко. Мне еще пришлось тазером ее офигануть. На тебе скрытности немножечко. Хороший навык. Так. Давай еще раз поехали. Полезный ты наш. С другой стороны, я рад, что это был по крайней мере Курасавы. Этот чувак никогда не нравился. Я потихонечку избавляюсь от тех, кто мне не нравится. То тут, то там. Все сделано, сделано. Вот ключ. Работнику интернета уеду с работы пораньше в ночь штурма. Супер. Об этом мы позаботились. Соберите всю информацию. Как? Ладно. Ну вот про морг я ничего не могу сделать. У меня не хватает просто ресурсов. Кое-что подозрительное. В городе ходят слухи о трех странных мужчинах, которые недавно видели... Которых недавно видели в пабе. Они явно приехали издалека. Имели при себе оружие. Одеты были как спецагенты или какие-то шпионы. Тихо осматривались по сторонам. Делали пометки в блокнотах. Делали пометки пришли в бар уж точно не за выпек. Интересно, что их привело в Шарпфуд? Ага. Это за мной. Мне это неприятно. Итак. Больница Розмари. Мистер Нэш. Нужна ваша помощь. Я больше не знаю, к кому обратиться. У моей жены рак. Обычные методы лечения не помогают. В медицинском журнале я прочел о новом экспериментальном лечении, где используется золотая пыль. У меня есть все необходимое оборудование для процедур. Не хватает только материала. Если вы достанете для меня хотя бы один золотой слиток, это может спасти жизнь моей жены. Я такого никогда не забуду. И пока вы служите в полиции, я могу позаботиться о ваших раненых копах во всех смыслах этого слова. Я ведь знаю, что вы не каждому делаете... У меня нету золота? Нету. А где мне его достать? Так, а ты что там хотел? Кокаин. Молотый кофе и паприка. Кокаин, молотый кофе, паприка и золото. Ну, то есть, такие ежедневные вещи, которые есть у каждого в холодильнике. Все же прекрасно понимают. Да? Хорошо. Маф Валентайн опросил часть свидетелей и собрал базовую информацию о деле палата ночных воплей. Расследование началось открыть расследование. Пастель жертвы намокла от мочи на полу уже под кровать. Стрелька обнаружена потрепанная. Давайте я завтра назначу сюда дефективов. Пусть разбираются. А что я сделал? Соберите всю информацию. Разведка А, разведка Б. Ну что? Что я... Ладно. Назначить туда людей опять же на разведку? Как мне это сделать? Пятнадцать. Печально вообще. Нового копа я себе купить не могу. Взамен отъехавшего. Я могу купить два шокера. По крайней мере, на них заряды не надо. Ну, что тазеры у меня есть? У меня нет зарядов на тазеры. Лев. Этот отдыхает. Далее. Сколько завершить день? Хорошо, ребятки. Давайте еще один денек сгоняем. Я не знаю, будет ли у нас там... О, это, кстати, новое. Такие должны были быть звуки. Вот что за Хитман бородатый. Ну, это реально, как код на М-47 выглядит. А, вы, кстати, сами читаете, да? Почему ты нуждешь Шерифа Рид, мистер? Картер. Капитан Брит Картер. Это почему день, когда ты, капитан Картер, прыгал через уровень нашего департамента, будет не только важный день для всего Шопворда, но и очень счастливый день для меня лично. Как сделать, что ты сейчас живешь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА It's not the cure for the other, you know, and if something isn't curing you, it's killing you. The medicine for headaches won't help with migraines. Dr. Kinahan explained the difference to me, but I, I... Okay, do you need an aspirin? No, 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 it's a different one. Acetaminophen? No, 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 the one with the letter B. Hmm, let's just write that down. We need to talk, now. Excuse me, Mr. Nash, but right now I'm... Hey, can't you see? There's a line. I, um, what's going on here? I just listen to the needs of our townspeople every week. I try to help them get access to food and drugs that aren't easy to come by in Sharpwood. I don't want to... I don't want them going to the smugglers, you know? Get back to the end of the line. Quiet. I work here. Lily, there's a man in... You work here? Well, then, I'll tell you, boy, the floor in the corridor I walked across over there is the dirtiest floor I've ever seen in my life. And if my taxes are going... I'm not the janitor, I'm a cop. A cop? Perfect. Perfect. So you have to solve my problem with the rats. I don't... Lily, listen. There's a man named Carter waiting for us in my office. Carter? Wait, Captain Brick Carter? Yes, yes, that's him. Would you, uh... Tip. Write down all the medications Mr. Moses needs, then do the same for the others. Get everything down in detail. Oh, forget about your notebook. Take mine. Start a new page for each person. Got it? There's still one thing I just can't understand, my dear. Mr. Nash, why did you write me this letter? If you already have... This, uh... This... Mr. Nash appeared out of... He appeared unexpectedly. He worked undercover for a while, and he... He was sent for by... This is an operation. It's all part of a big operation. Some kind of big operation. I myself don't know all the details. But I think Mr. Nash himself can tell you everything he... Oh, I have no doubt that Mr. Nash will tell us everything. He'll tell us how he was assigned to this operation. He'll tell us how he was sent his orders on a beautiful piece of paper with a seal and a signature. He'll tell us how he had to pack up everything in his big city apartment. And how carefully he packed his expensive trousers in his expensive suitcase. Oh, how he had to grow a beard to blend in. He'll tell us all about his brilliant career. You must have been an excellent student at the academy, Mr. Nash. Oh, perhaps you think you already know everything there is to know. But there's something you don't know, Mr. Nash. It's something very important. A city like Sharpwood can't be saved by some upstart careerists and bureaucrats from central administration. A city like Sharpwood can only be saved by its people. People who were born here. Who grew up here. These are our demons, Mr. Nash. And we have to deal with them ourselves. You were sent here by the chiefs in the suits. While I, prodigal son of Sharpwood, was returned here by the Lord himself. Oh, so in your opinion, Sharpwood will be saved by a lame soldier with no police experience holding his Bible at the ready. I will not take offense to your disrespectful remarks, Mr. Nash. Because I myself was once just a stupid fool. I did not understand that God saved me in the war. I did not understand that it was he who helped me survive after what happened to me after the war. But now I understand. Now I see. Now I am ready. And have no doubt, Mr. Nash. I have come not with a shield, but with a sword. Well then prove it. Work here for a week and show us what you can do. All right. I already said, we're not making this into a stupid game. Mr. Nash, you've done an excellent job. But you have to agree that this is... Lily, this isn't a game. This is a test. And it's a test that I humbly accept, my dear Lily. I have endured many. Pass them all with dignity. And I will endure this one too. Oh, of course. You'll love it. Excellent. Just fine. Now we have two more stubborn boys in the department. Well, that's... I'll have to compete with this one too. I'll have to compete with this one too. I'll have to compete with this one too. I don't want to compete with this one too. So, my daughter didn't come. Excellent. I took a drink. Blin, man, how much can you drink? Jacob, you've also got to be able to drink this one too. Постоянно пьяный не высыхает. Перси тоже надрался. Ну, красава же. Блин, чувак. Ну, какого фига? Я поставил 30 баксов на то, что банковскую шестерку в последнем искушении Нептуна убил Чесоточник и Фонтейн. Был с ним с гордиться с самого начала, а теперь будет притворять, что идет расследование на самом деле. Начнет тихонечко готовить свою побегу Будапешт. Хочу поскорее выяснить, выиграл ли, или прогул. Потому что остановись дома и буду считать. Последнее искушение за пойм. У вас ведь с вами не будет из-за этого проблем. Да, сиди. Сегодня похороны отпустите, да? Похороны, да. Что мне? Мне не так много осталось. Блин, а мне еще сейчас назначать... Разбирайте. Мне еще сейчас назначать... Да, на расследование. Давайте я... Алкашиков закину, насколько это возможно, чтобы они искали, чтобы они не разбились. Блин, у меня осталось 6 человек, это печально. Но еще двое вернутся. Я не понимаю, что тут от меня хотят. Дайте мне... Я пошлю туда человека, но я не могу... Ну, разведка, да. А, вот так! Фига себе! Это максимально отбито. Я мог это сделать вчера, да? Здесь вы можете собрать всю информацию, необходимую для штурма, заплатить информаторами и поделиться с вами прослушкой. Отправьте сюда копос, прослушка, он собирает информацию, необходимую для штурма. Прослушка у нас есть. Я могу подсказать, как открыть калитку забора. Что ты за это хочешь? 500 баксов. 510. Милослав Курбан, ветеран. Как подавить сопротивление на главном входе. Закрыть. Так, отправить... Не стоит убрали копов на разведку средь белого дня. Шпион ночью куда эффективней. No shit. Хорошо. Это здесь у нас было. А что у нас насчет Б? Я знаю, где отдыхает один из преступников. Я видел. Типа, его можно будет задержать при этом? Я видел, что происходит на входе в базу. Я подскажу, что происходит на кухне. Я, получается, мог еще вчера отправить человека на прослушку, Ну, почему это сделано таким ублюдским образом? Блин, забейте. Конечно же, на насчет отправлю чувака в разведку с прослушкой. Так, хорошо. Лежишь неделю. Капитан Картер возьмет на себя управление частью департамента. А победит в соревновании тот, кто в эти дни покажет себя лучшим шерифом. Конечно же, ну, ну, конечно же. Ну, блин, ну, недостаточно же тебя игра макает, короче, носом в фекалюшки. Нет, недостаточно. Э, больница. Мужчина пришел на процедуру и начал домогаться к медсестре. Идите, разберитесь. То есть мы еще с ним соревнования устроим, поэтому у меня недостаток в людях. У меня тут куча всякого говна висит на моих ушах. И ФБРовцы, и тварь, которую надо платить, нужно еще разобраться с вот этой вот сауной. А у меня тут еще и соревнования. Пожелый мужчина тянулся к бутылке на верхней полке и случайно прокинул ее прямо на голову женщины, что стояла рядом. Та взбеленилась, схватила осколок стекла и набросилась на обидчика. Взбеленилась. На, едь, парот. Сейчас надо полудня дождаться, мне еще двух человек верну. А, вот, до 11. Не то, что... Ну, ладно, Вулбек, он просто пьяненький, а так не очень хорошо. Хе-хе, мужчина со спущенными штанами бегает за медсестрой по кабинету. Мисс, пожалуйста, потрогайте вас здесь. Я тут уже... Я тут же излечусь, вы должны мне помочь. Вы же давали клятву Гиппократа. Хе-хе-хе-хе-хе. У меня нету баллончика, классный. Че, медсестра, вы что-нибудь... Так, успокойтесь. Мужик замечает, копов подтягивает, расстегнутый, что на него выбегает. Схватить мужика за ремень. Коп схватил ремень, торчащий из брюк мужчины, но ремень выскользнул из петель брюк мужчины, сбежал, придерживая штаны руками. Вы понимаете, насколько это бестолково? Секундочку. Автор, который это писал, вы хоть раз ремень-то видели, как он делается? Там застежка и длинный кончик. За застежку ты его никак не схватишь. Обычно болтается длинный кончик. Если схватить за длинный кончик, то застежка застрянет в петле, она не пройдет. Ты просто вот так вот сожмешь пояс на нем, и он упадет. Вы как бы... Я не знаю, какой дебил это прописывал. Ну, опять же, тут сделано все максимально для того, чтобы макнуть игрока лицом в грязь. На самом деле, если я сейчас через сколько-то там дней, я не знаю, если я проиграю второй раз, переигрывать я в это уже не буду. Это переходит уже все границы. Крутая женщина с разбитой головой прижала старика к стеллажу. Выстрелить. Нафиг ее. Коп промахнулся по женщине и попал старику в голову. Женщина испугалась и сдалась. Вот, вот опять же, промахнулся, но попал старику в голову. Это как? Это зачем вообще? Что происходит? Арманьяк. Ясно. Вообще трэш какой-то происходит. Два вызова, два фейла. Так. Прикольный тотемчик. Пожалуй, женщина пытается пробудить плодородие своей внучки с помощью шокера. То серфом появится, то, блин, шокером. Давайте, поехали. Что ты хочешь от меня? Трусы. Трусы. Трусы и бюрократы хотят прикончить мою мечту. Я всю жизнь занимался тяжелой атлетикой и решил закончить карьеру на высокой ноте. Поехать надо соревнования в Риптон, чтобы всех там размазать. Я к ним готовить каждый день, тренируюсь по собственной методике, если дай килограмм детского питания. Но врач из нашей больницы не хочет выписать мне нужную для соревнований справку, потому что боится, что моя спина не выдержит. Этот придурок почему-то вбился в голову, что если я получу травму, то у него обязательно будут проблемы с полицией. А отправить туда своего убедительного сотрудника, который сможет уболтать врача, выдает мне справку. Если все получится, я поделюсь секретом собственной тренировки с вашими копами. Идеть, дружище, убеждай. Какой же бред. Как можно было промазать, но попасть в голову? Блин, идите просто отсюда. Жители пожаловались на громкий и зловещий голос из динамиков. Голос зовет полицию и обещает кровопролитие. Больница. Больница. Огурчик удал снимать, а еще осталось. Теперь чувствую себя как огурчик, реально отдохнувший немножечко. Детское питание. 500 баксов. Спасибо. Тренер силы. Сауна. Не-не-не-не-не. Я не хочу столько бабла тратить. Мне его наоборот собирать надо. Так. Блин. Надо было снайпов взять, да? Девочка лет десяти привязана к монументу лесного духа Балласа. Рядом стоит ее бабушка и бьет девочку шокером в горло. Кристи, потерпи немножко, чтобы дух плодородия вошел в тебя. Ему нужно освободить путь. Сейчас у тебя должно перехватить дыхание. Подкрасся. Копс сумел подкрасся преступницей, арестовать ее. Девочка сильно досталась от шокера, но жить будет. Угу. Блин. Я... На деревянной сцене стоят две плотные ширмы и радиоприемник. На сцену направлена камера на штативе. Из динамика слышится голос. Вот вы приехали. За одной перегородкой сидит человек с бомбой под ногами. За другой я посадил манекен. Я предлагаю сделать один выстрел, иначе нажму на детонатор. Ну, слева. Тут нужен был снайпер. Коп стреляет в ширму слева и слышит голос. Полиция решила поиграть в человеческую жизнь и чудом не застрелила ни на юного человека. Что же будет дальше? Радио связи... У меня опций других не было. Игра загоняет тебя в самые тупые ситуации, а потом выставляет тебя дебилом. Классно, да? Радио связи при рейсе с трейлера выбегает. Ну, приказывай ему сдаться. Зря медленно положил дело на землю и объяснил, что по его нажатию должны были сработать фейерверки, а на сцене за ширмой сидят обычные манекены. Своим перформансом мужчина хотел показать, как... Как лего? Легко, может быть? Выставить шарпанских копов полными идиотами. Это отлично делает игра за него. Преступник сдался и оставил кассет с розыгрышным копом на память. Видеокассеты пустые, на месте преступления есть. Видеомагнитофон, уже второй или третий, который я получил, по-моему, третий. Из банка раздаются крики на неизвестном языке и слышны звуки, похожие на сигнализацию. Сейчас, мне кажется, кто-то вернулся. Сколько раз туда надо было со снайпером ехать? Так, ты, ты. И ты. Отправить. Тут у нас что? Деревообрабатывающий завод. У меня дело несложное, но сам я с этим справиться не могу. Увы, не могу. Увы, не могу силы уже не те. В моем подвале состоялись бочки. Их нужно вынести оттуда и заменить новыми. Что в бочках? Нет, не вино. Там кое-что поинтереснее. Все равно не угадайте. В общем, если поручите это дело двум своим сильным ребятам, то я смогу помочь вам на другом фронте. Уверен, что некоторые ваши сотрудники страдают от проблем с алкоголем. Я все... Да! Многие из них. Я все понимаю. Работа такая стрессовая. Так вот, я могу исцелить любого копа. Да, я не... Да, я не шучу. Любого. По собственной поверной методике. После процедуры он даже смотреть не сможет на алкоголь. Это будет стоить полторы тысячи за копом, блин. Мне это не надо. Так, открыть расследование. Нихрена не добавилось. Нужно крутых чуваков отправлять на следующий... Ладно, по крайней мере, там не прижимает еще пока что. Персонаж, журнала, штурм, расследование. А где вон тот дебил, который мне собирался показания давать? А, банды, может быть, здесь. Отправить в суд. Всё, иди к чёрту. Будет еще что-то? Играбление. В банке праздновали юбилей менеджера. Пригласил выступать барда Драгомила Алмаза. Или Алмаза. Исполняющего экспериментальную музыку. Ясно. Под конец нам, под закрытие. Очевидец сообщил, что мужчина в перчатках и респираторе оглушает бомб... Оглушает бомбши шокеров и затаскивает их в свой фурго. Просто по описанию это звучит бомбезно. Оглушает бомбши шокеров и затаскивает... Блин. Головорезы из банды Санитар и Леса устроили засаду. Ваш коп про... Джейкоб? Чего, блин? Коп пропал без вести. Ну, вообще офигенный. Мы подняли старые бочки из подвала этого мужика. И новые вниз спустили без особых проблем. Разве что уксусом там воняла звездец как. 400 баксов. Нормально. Взяли у меня просто копа сперли. Наверное, это был бы Алиев. Мне кажется, если бы я его не оставил дома почитать. В смысле, чувак, пропал без вести. Это вообще нормальные. Так, мужчина в распираторе тащит огромную бомбшиху за волосы по направлению к фургу. Встать на пути. Мужчина в распираторе отпускает огромную... Мужик выхватывает револьвер. Выстрелит. Ну, конечно... Ну, конечно же! Я... Я просто не знаю. Кук промахнулся. Мужчина в распираторе выстрелил в ответ и попал полицейскому в голову. После преступник быстро сел в фургон и уехал со свалки. Ну, Вулбек, ты не так уж долго у меня поработал, блин, чувак. Быстро пришел, быстро ушел. А прикинь, если бы ты эту неделю досидел бы в отпуске. Короче, слушайте, в чем прикол. Я не знаю, почему и как это сделано, но игра дает тебе понять, что тебе нужно убивать преступников. Но каждый раз, когда ты пытаешься стрелять, твои копы, короче, они демонстрируют настолько огромный непрофессионализм. Они всегда промахиваются, стреляют куда... Блин, они... Я понял, они эти штурмовики из Звездных Войн. Они всегда стреляют, но всегда промахиваются. Вы заколупали просто. На тебе 100 баксов. Вы заколупали дохнуть на каждой смене, блин. Мухи. Где мне взять еще 5000 баксов? Стой, 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 стой. А мне же это нужно... Какое сообщение? Мне прослушку надо поставить на ночь. Вы офигели? Где это сделать? Я забыл, блин, ну... Конечно, день завершен, да? И ты... А, во-фу-фу, вот это можно сделать. Разведка, прослушку. Иди, музончик, послушай. Ну и на следующий день можно будет прослушку тоже здесь. Смотрите, что мы в группу офигенно просто. Два. Три! Конечно же он заработал на одну больше. Да, да, давайте, давайте максимально подсвинячим. Ладно, у меня отставание пока что... В смысле, ход Картера. Потому что он первый тип, поэтому... Минуточку, Рокмэн... А разве Рокмэна у меня в прошлый раз не было? Давайте я куплю эту греночку, все равно ничего другого. Ну, ну, нам предлагают, блин, там... Медината. Медината. Это женщина? Ну ладно, хорошо. С хорошими статами, со своей греночкой. Один из семи. Серьезно, если я проиграю эту гонку, на этом игра закончится окончательно. Потому что это максимальное свинство, то, что игра делает. Ну, я прям на полном серьезе это говорю. Спрингер. Завершаем день. Пусть не полууставший поработает еще немножечко. И на этом, собственно, будем заканчивать. Наконец мы увидели что-то новое. Игра продолжает свинячить. Игра продолжает максимально отбито относиться к игроку. Я не понимаю, за что так. То есть, это, знаете, это даже уже не какая-то игровая механика. Что вот смотри, ты не ожидаешь, а оно вот так. Нет, блин. Оно делает самые нелогичные, самые отвратительные решения. А потом смотрит на тебя как на идиота, как будто ты эти решения принял. Хотя у тебя не было выбора. За это пока что огромнейший минус. В принципе, геймплей мне нравится. Но все, что происходит по сюжету и по сценарию, пока что выглядит просто максимально ублюдочно. Сам тот факт, что мне приходится вот так тупо переигрывать второй раз. Ладно. По крайней мере, мы видели что-то новое. Поэтому будем пока что заканчивать. Увидимся в следующей серии. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-бобра. Всем ладошек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok